С 1 августа в России вступает в силу ряд законодательных нововведений. Выплата повышенных пособий по безработице и пенсии сразу трём категориям граждан и рост цен на газ. О том, какие ещё изменения произойдут в жизни россиян, в нашем следующем сюжете. В августе продолжат действовать некоторые меры поддержки населения, введённые из-за пандемии коронавируса. В частности, сохранятся повышенные пособия по безработице, а также выплаты семьям, где родители потеряли работу – 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Также будут продлены выплаты надбавок врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом. С 1 августа произойдёт повышение пенсии трём категориям граждан. Вырастут выплаты работающим пенсионерам. Ежегодно они могут увеличиваться не более чем на 3 балла, поэтому максимальная прибавка составит 279 рублей. Повышение выплат получат и участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой. Специально подавать какие-либо заявления для этого не нужно. Перерасчёт будет произведён автоматически. Цена на природный газ для населения повысится с 1 августа на 3%. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Сейчас ещё не опубликован приказ об индексации цен на газ для промышленности, однако предполагается, что рост также составит 3%. Первоначально планировалось повысить оптовые цены на газ ещё с 1 июля. Однако затем антимонопольная служба предложила заморозить индексацию из-за сложившейся экономической обстановки, связанной с распространением коронавируса. С 24 августа расширяется тарифный коридор ОСАГО. Для физических лиц минимальная и максимальная стоимость полиса изменится на 10%. Для компании тарифный коридор расширяется на 20%. Для машин-такси на все 30%. По замыслу разработчиков новой системы, вводимые изменения позволят более гибко устанавливать цены для автолюбителей с разным уровнем риска.